Всем здравствуйте, это новости Турции. Меня зовут Галина, я живу в Турции, перевожу на русский язык все, что у нас здесь в стране происходит. Самые главные новости. Если хотите узнать, чем на самом деле живут турки, каковы их реакции, что у нас здесь с экономикой, политикой, социалкой и прочими другими новостями, то вам сюда. Я не являюсь профессиональным журналистом, это мой личный блог. Знаете, ощущение, что землетрясение, это стала наша такая обыденность, которая каждый день с нами в Эскендеруме, Малатии, Газиан-Тейпе, Хаттайе, в общем, всей этой области продолжаются авторшоки, подземные толчки, самостоятельные толчки. После нашей последней с вами встречи прошла ровно неделя, и на следующий день сразу же было крупное землетрясение, практически 6 баллов. Это посеяло огромную панику у людей. Были пострадавшие несколько человек, около 300 человек оказались с ранениями, повреждены, из-под зданий их доставали. Они оказались в больницах. Погибшие, к сожалению, тоже есть. Все это происходило, как всегда, в прямом эфире, когда еще разбирали старые завалы предыдущего землетрясения от 6 февраля на этих раскопках, назовем так, рядом, рушились здания, которые уже были ранее повреждены. И вот буквально сейчас записываю вам видео, и сегодня у нас было землетрясение в Малатии, 5,6 баллов, это очень сильно. Опять обрушились здания, их уже больше 30, уже есть погибший человек, несколько человек достали из-под обломков, сейчас происходят спасательные работы. Паники, как в прошлый раз, такого уже становится меньше, но знаете, просто люди такие существа, мы ко всему привыкаем. И знаете, когда раньше 5,6 баллов это было, о боже, это очень сильно серьезно, это очень страшно, то сейчас это стало так часто, практически каждый день, что это стало обыденностью. И прям такая паника, она, конечно же, острая паника, она снята, люди уже спокойнее реагируют. Все самые свежие новости, все, что у нас здесь происходит, самое актуальное, интересное. У меня в телеграм-канале, ссылка в описании под видео, проходите, подписывайтесь, следите сами за самыми актуальными новостями. Что касаемо выборов, следующий популярный вопрос на повестке дня у нас. На данный момент информации никакой нет, парламент только начинает свою работу, буквально вот сегодня она началась, в эти часы. И отправилась группа из ЦИК, центральная избирательная комиссия в Хатай, в тот регион, проверить города, и есть ли там, безопасно ли там делать выборы, каковы риски, кто разъехался, в общем, как это физически можно произвести, чтобы были выборы, как люди бы могли прийти и проголосовать. На самом деле, у них уже восстановлены документы, они могут голосовать в любых других провинциях, то есть технически, на самом деле, это не огромная, великая проблема, если за это взяться и захотеть это сделать. Кстати, вот к следующей новости, ЕДВЛЕТ, это электронное государство, если переводить дословно, наши госуслуги в России, например, ну и в каждой стране, в принципе, вот это электронная форма государственных служб различных документов ваших. Так вот, по ЕДВЛЕТу все пострадавшие буквально за первую неделю уже восстановили им всем документы, им печатали карточки, карточка это паспорт турецкий, здесь у нас паспорта граждан страны в виде карточек пластиковых. С этим проблем никаких не было, им очень легко, быстро восстановили документы, но участие населения в провинции Хатай, есть проблемы с страховыми выплатами по поводу крушения их жилья и домов, и потери имущества, потому что некоторые компании, которые занимались страхованием, в графе чрезвычайные ситуации, это природные катаклизмы, вместо слова землетрясения у них присутствует слово оползень или сель, то есть по факту слова землетрясения у некоторых людей в контрактах вообще нет, и получается, что их жилье от землетрясения не застраховано. В общем, это такие юридические проволоки, которые сейчас будут решать, в любом случае людям должны быть выплаты, в случае это страховой, это чрезвычайный катаклизм, в общем, это все бюрократия, это будет решаться, видимо, в судах, скорее всего, то есть не так просто и легко будет людям получить свои деньги страховые. Завирусилось видео прекрасное, как вчера был матч в Бешикташ с Анталия Спорт, был матч на стадионе Бешикташ в Стамбуле, кстати, там тоже была, рядышком с этим местом, видел этих болельщиков, они все принесли с собой мягкие игрушки, и на 4 минуты 17 секунд, такое же время, когда было землетрясение 6 февраля, остановили игру, и болельщики кидались игрушки на поле туда. Все эти игрушки потом в итоге собрали, это назовем тут некий поддержка, пожертвование, там был слоган, хэштег «Это для тебя, мой друг», «Это игрушка для тебя, мой друг», «Эти игрушки будут отправлены всем детям, которые остались пострадавшими в Хатайе, туда на место, это, ну, условно, для их поддержки». Ну, где-то 60% в стране людей отнеслись к этому очень, сейчас уже нарезки по интернету гуляют этого момента, а душевная музыка на это наложена. В общем, многие просто люди и противники из других команд, болельщики, болельщикам бещик Таша, как бы их благодарят, говорят, что они молодцы, и, собственно, так и есть. В общем, все, не мало того, что все финансово как-то помогают, как могут, последние дают жертву, и до сих пор продолжаются различные сборы, ну, и в такой форме тоже сделали подобный, назовем так, флешмоб. Как минимум, социально напомнить о том, что надо продолжать людям помогать, и ресурсы все равно заканчиваются, у них у многих нет работы, жилья и так далее, там, и средств различных. В этот же вечер, просто дальше, через парочку часов, в окончании матча, трибуны взорвались тем, что болельщики с обоих сторон, и бещик Таша, болельщики Анталия Спорта, скандировали слоган «Правительство в отставку». Вообще, отставка у правительства, сейчас очень много информации в интернете, об этом говорят оппозиционеры, различные политики, старые политики, которые уже даже не в обойме сейчас, не в правительстве, на пенсии и так далее, такая старая обойма демократическая еще, все об этом очень часто начинают упоминать, это все больше и больше появляется именно в сети интернет, в слизере, вы, конечно, таких слоганов ничего не услышите. За день до этого матча, в субботу, был матч другой, у нас Фенербахче играли, там тоже во время таймаута, вроде бы, или во время прям игры, я уже точно не вспомню, также весь зал, абсолютно обеих команды, болельщики обеих команд, они скандировали точно так же «Правительство в отставку», но это всегда у нас матч идет в прямом эфире, в этот момент звук порезали, то есть отключили просто звук в трансляции, ставили рекламный блог, но люди, которые там находились, они снимали видео, все это было слышно, и все это залили в твиттер, везде эти видео появились. Соответственно, на следующий день, вот вчера был бещикташ-матч, все это повторилось, уже была, ну, назовем, моя личная оценка, как жителя здесь в стране, скорее всего, наверное, уже эффект, чтобы Барбары Стрейзен не было, не затыкать рот, всем ты не заткнешься, там слишком большая аудитория, видео все равно, ты все не поудаляешь, поэтому резать звук во время, скажем так, трансляции не стали, но полиция начала задержание, вот болельщиков в бещикташи задерживали, прям сразу во время трансляции, когда это выкрикивали, выкрикивали, здесь мне непонятно, как они искали, честно говоря, зачинщиков, потому что орал весь стадион, и найти условно того, кто первым это начал, довольно-таки трудно. Что им грозит, это огромное, штрафы, есть задержание, это нарушение, это штрафы болельщиков будут, не как граждан, да, а когда штрафы болельщиков, что там, например, нельзя какой-то там расизм проявлять, кидать предметы какие-то на поле, мешать там, например, ходу игры и так далее, это будет расцениваться вот этой стороны, потому что там очень большие финансовые затраты, там большие издержки, там большие штрафы очень для болельщиков, дисквалификация их на другие матчи нельзя посещать, огромные штрафы, в общем, вы понимаете, будут наказывать с этой стороны. Когда закончился матч, расходились болельщики, выдвинулась партия, рабочая партия, немного представителей, там, а-ля, там сотни человек, но они шли по Стамбулу в центре, в Бешикташи от стадиона и скандировали, опять же, правительство в отставку. Тут уже крутила полиция, им дали там пройти не так долго, но задержания тоже были. В общем, посмотрим, как будут из этого выходить, из этой ситуации, я точно могу сказать, что нас ждут очень перемены или неспокойные времена в ближайшие несколько месяцев здесь в стране. Если мы берем само население, знаете, оно так и поделено на две половины, 50-50 процентов, просто накал, скажем так, эмоций, он увеличился, и недовольные стали еще больше недовольны, они стали при этом еще скорбящими, помогающими, друг другу объединяющими, и вот этот факт объединения людей, конечно, очень сказывается. Поэтому, также вчера, выходной день, воскресенье, у нас, скажем, опять горел, как турки говорят, горит в твиттер, горел он от негативных перепостов. Неполные 24 часа, в районе 12 часов был пост, и он набрал за 12 часов 5,5 миллионов ретвитов, ну, как же так, негодование, с негативной оценкой событий, с комментариями негативными, люди, в общем, высказывались, то есть такая бомбочка взорвалась с утра у нас. Существует в Турции Ахбаб, это частый благотворительный фонд, частная компания, уже много лет, это не что-то новое, первое, недавно появившееся. Сначала землетрясение, они собирали также пожертвования, деньги людей для пострадавших, землетрясения для этих провинций. В итоге, в первый же день, когда собирались деньги, в первый день трагедии, 6 февраля, они договорились с компанией, сейчас вам даже скажу, как называется, чадыровый текстиль, чадыр это шатер, текстиль это текстиль, чадыровый текстиль, они сделали, контракт заключили и выкупили у них 2050 шатров, чадыр-шатер это палатка, по сути, да, можно и шатром назвать, и палатка это одно и то же. На следующий день заказ выполнили, то есть они деньги перевели этот фонд, частный, негосударственный, палатки, скажем так, произвели, отгрузили, на следующий день в Хатай увезли, место своего они достигли, все в общем в порядке, вопрос был закрыт. Но спустя вот уже три недели выходит этот пост, существует у нас здесь в Турции Козылай, Козылай, если дословно переводить, это красный полумесяц, это аналог красного креста в Европе где-то, да, здесь своя такая, скажем так, контора существует. Козылай это государственное предприятие, это турецкий красный крест, да, красный полумесяц, и он имеет право и существует только с налогов налогоплательщиков, каких-то там дотаций и так далее, то есть это ни в коем случае никак не вяжется, не мажется с бизнесом, с частными какими-то заказами и так далее. У Козылай есть различные дочерние предприятия, юридические какие-то фирмы, естественно, это производство вот питания, шатров и так далее, и так далее, то есть вот этих вот нужд, скажем так, которые людям, что потребуется в любой экстренной ситуации, медицина, медикаменты, вот еда, питание, одежда, обогреватели, вот это вся история, короче говоря, что людям может понадобиться. У них есть дочерние предприятия на всякие закупки, но закупки они должны производить и производиться, вот этих вот фондов своих, которые государством, налогоплательщиками все это создано. Так вот, Ахбаб, частный фонд, заключил контракт с фирмой, которая оказалась дочерним предприятием Козылай, вот этого красного креста турецкого, красный полумесяц. И по закону получилось так, что они эти 2050 шатров перепродали, забрали деньги и отправили туда, в Хатай. Когда Козылай, как государственные учреждения, должны были без каких-либо средств за свой счет, за свой фонд налогоплательщиков, эти же шатры 2050 штук отправить напрямую в Хатай, а они перепродали. И здесь вот вопрос, почему изначально было очень много поднято разговоров по поводу пожертвований, и очень была огромная компания в первую неделю после землетрясения, не жертвуйте частным предприятием, частным людям, много мошенников, вся эта история нагнеталась для того, чтобы люди переводили напрямую в Афат в МЧС или в Козылай средства. И они до сих пор, у нас все эти реквизиты остаются, сохраняются, собственно, что люди и делали. На что сейчас, почему люди вчера этот перепод, репост за 12 часов набрал 5,5 миллионов репостов этот пост в Твиттере гневных, потому что мы отправляли деньги, нет доверия, возникает вопрос, кто как распоряжается деньгами, почему они что-то перепродают, вообще какой имеют право трогать какие-либо частные деньги, и все в этом роде. К Афату вопросы у жителей другого плана, что недостаточно было оборудование, не очень быстро спасали, ну, это можно понять, там огромное разрушение, огромные масштабы, и, конечно же, поэтому очень много прибыло МЧС из других стран помогает. На данный момент в Хаттае остается только две группы, которые помогают, иностранные две группы МЧС, которые помогают МЧСникам и турецким разгребать завалы. Вообще, была информация на Тертехабер о том, что уже началась постройка 800 с лишним, 850 домов, зданий, в общем, в итоге общее здание, не только жилых домов, но и каких-то производственных помещений, на замену, скажем так, тех, которые были разрушены, то есть дома уже начали строить. Там огромные тонны бетона, арматур вывозят за город, что уже на 800 тысяч, по сути, мест расчистили территории, подготовили там грунт и так далее. Это очень быстро, и по факту люди как бы сомневаются, так сразу скажу, да, что правда ли это, так ли это, потому что прям фотографий, видео в новостях с места построек с этого процесса очень-очень мало. Были только фотографии и дизайн проекта этих домов, что эта застройка 3-4 этажа будет в той местности, как и полагается по закону по сейсме активности, устойчивости по правилам. 3-4 этажа, не дома-свечки, там расстояние между домами учитывается, приближающаяся территория, как должна выглядеть, где парковка, безопасные островки и та и вся прочая история. Но с постройки самих вот этих зданий, как это началось бы процесс, видео пока что в интернете, новостей еще официально не было. И теперь еще у меня немножко хорошие и полезные информации для ребят, кто у нас здесь в Турции находится, ребята из Украины, граждане Украины. В украинском консульстве, так же как и в российском, очень трудно взять рандеву, встречу, нужно задолго, порой за несколько месяцев. И очень у многих, кто переезжал от войны, бежал, заканчиваются паспорта, их нужно менять либо это заграничные паспорта, либо внутреннего украинского действия, ваши внутренние паспорта. Я думаю, что вы в курсе, вы слышали, что существует в Европе, в Польше, по крайней мере, в Германии, от визового консульства, от консульства Украины существуют такие автобусы, которые в порядке живой очереди, как бы, знаете, выездные группы от консульства, которые помимо очереди, куда записываться не надо, в этот автобус, они принимают документы на смену паспортов, и, самое главное, осуществляют замену внутренних паспортов, которых, как правило, вообще консульство такую работу не производит. Постановлением документов также занимаются. Так вот, у меня хорошая новость о том, что в Стамбуле открылись подобные автобусы, их пока что два. Пожалуйста, погуглите информацию, посмотрите, у меня знакомые этим уже воспользовались. Да, там уже большие очереди, и эта информация, кстати, есть в ТикТоке, они случайно абсолютно в новостях ТикТоке узнали, попробовали, разузнали. Вот здесь, в Стамбуле, это в районе старого аэропорта Ататюрка, где-то находится один из таких автобусов. Сразу первое скажу, замена двух паспортов внутренних украинских, у них истекли даты, ну, заменять паспорта нужно было. Они отдали за все документы, за все в районе 400 долларов за двоих, то есть 200 долларов за одного человека. Это первая такая точная информация. Второе, очередь живая идет, и туда приезжают люди из Эмиратов прилетают, из других частей Турции, из ближайших стран, кто где-то в Грузии, в Молдове остался, из Эмиратов прилетали ребята. В общем, кроме Польши, где там очень огромная уже занята, то есть вот в Стамбуле появились автобусы, сюда люди тоже стекаются. Поэтому запись, туда люди приезжают к 5-6 утра вставать в очередь, на подачу документов, и они ведут сами списки, сами вручную самоорганизовываются. Уже есть случаи, ну, короче говоря, люди там с 4-5 утра, в общем, реально уже запись идет, уже встают в очередь, ждут. Мои ребята попали туда в 9 утра, записались в очередь, и их очередь дошла, их приняли в 6 вечера, они еще успели подать документы. То есть весь день прошел, но все равно, в общем, получилось так, что они, скажем так, за один день справились. Здесь живут, они в Стамбуле, им не пришлось издалека откуда-то специально ехать. В общем, такая минутка полезной информации, если кто-то этим вопросом задавался или планировал из Турции поехать в Польшу это делать, не может попасть в консульство, очень высокая занятость. Имейте в виду, погуглите эту информацию, сейчас там ее гораздо больше. Узнайте конкретные адреса, так что всем желаю, чтобы у вас все с документами наладилось, или у вас получилось этим воспользоваться, чтобы у всех все было хорошо. Вот такие новости на данный момент у нас здесь в Турции. Будут чаще стараться снимать хотя бы минимум раз в неделю новости Турции, чтобы была для вас информация. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там новостные повестки, информация для вас. В инфобоксе я оставлю ссылку на телеграм-канал. Если вам нужна моя психологическая консультация, то пишите на почту, она в инфобоксе, мы с вами свяжемся. Спасибо за внимание, всем пока.